Девушки отдыхают Красавица Человек, который воспитал себя сам Тот, кто делает лодки И на ум, и другие Глава первая Данила Большой Взрослые врут Можете мне поверить, я сам взрослый Но когда я был маленьким, то не знал, что взрослые часто говорят неправду Даже маму Появляется Данила маленький На нем черный плащ и цилиндр А в руках волшебная палочка Данила маленький снимает цилиндр, ставит его на пол Это я Звать меня Данила и мне 7 лет Мама сказала, что осенью я обязательно пойду в школу В первый класс У меня будет школьная форма Рюкзак с джокером Красивый пенал с ручками И цветными фломастерами Тетрадки и всякое такое Только это неправда Ни в какую школу я не пошел Потому что мама Данила маленький показывает Даниле Большому цилиндр Шляпа пуста Да-да, все желающие могут в этом убедиться Потом Данила маленький накрывает цилиндр платком и три раза машет волшебной палочкой Затем он срывает с цилиндра платок и за уши достает из шляпы плюшевого кролика Звучат аплодисменты Звучат они из мобильного телефона Данилы Большого Ему кто-то звонит Да-да, привет Слушай, я попозже тебе перезвоню Тут такие чудеса показывают Потом расскажу, на связи Извини, дружище, продолжай Данила маленький строго смотрит на Данилу Большого Да все, все, я его выключил Вы тоже свои телефоны проверьте, а то мало ли что Данила маленький трижды прикасается волшебной палочкой к плюшевому кролику Ничего не происходит Я сейчас объясню Достать игрушечного кролика из шляпы это первая часть плана Вторая часть сделать так, чтобы кролик ожил Вот это как раз у меня пока не получается А без этого нельзя приступать к третьей части Мне нужно оживить маму Появляется человечек, рука которого словно бы приросла к его уху в руке телефона Это мамин друг Она сама его так назвала, когда нас знакомил Это мой друг, сказала она И он единственный, кто не бросил нас, когда мама заболела Иногда мне кажется, что он хороший Ну камон, чувак Неужели в Москве так трудно найти классный детский рюкзак с Джокером? Да никогда не поверь Мне нравится Джокер Я хочу клевый рюкзак с портретом Но маминому другу я не верю Он говорит, что мама не хочет меня видеть Понимаешь, дружище Мама твоя очень сильно болеет И она не хочет, чтобы ты видел ее такой Какой? Ну, вот она поправится И ты с ней встретишься, годится? Я вам не верю Вот чудак человек, ну камон Неужели я стану тебе врать? Да запас Став взрослым, я узнал, насколько легко они нам врут Появляется белая ширма Моя мама лежит там, за этой ширмой Но меня туда не пускают Лишь однажды я туда загляну Уже в самом конце Данила маленький заходит за ширму, потом выходит Это не она, это не мама Там кукла лежит Теперь я знаю, что это была она Но когда тебе семь лет, поверить в такое почти невозможно Не волнуйся, дружище, все будет хорошо, не веришь? Ненавижу слово дружище Ну да, взрослым оно нравится Не хочу быть взрослым Это еще почему? Взрослые умирают Взрослые умирают, это факт Но это не относится к моей маме Мама не может умереть Ведь она обещала Она обещала Вдруг мамы ставит перед Данилой маленьким Урну с прахом Все мамины обещания оказались в этой штуке Она называется урна с прахом Прах это все, что осталось от мамы После того, как ее сожгли в большой печи Под грустную музыку Чушь какая-то, бред Но не могла мама поместиться в эту штуку Я так и сказал маминому другу А он заплакал Да, взрослые тоже иногда плачут И не только в кино Данила маленький вновь трижды прикасается волшебной палочкой К плюшевому кролику И снова ничего не происходит Данила маленький бьет игрушечного зверяка палочкой Затем в ярости пинает его в сторону Ну кому, дружище На меня и на мальчика Я не могу отправить его одного на край света Там живет его прабабка Она будет опекуном ребенка Так захотела его мать Не знаю почему Мальчик ее никогда не видел Так ты достанешь билеты? Дружище из телефона достал билеты И совсем скоро мы полетели Сперва самолетом почти 7 тысяч километров до Петропавловска-Камчатского Затем пересели на вертолет, который и доставил нас на остров Парамушир Где жила моя прабабка, которую я никогда в жизни не видел Вертолет размахивает лопастями Вжих, вжих, вжих Наконец садится К касанию железных лап А землю подтягиваются серые фигуры Они молчат, смотрят, ждут Вертолет выпускает из себя людей Это Данила маленький, друг его мамы И девушка с рыжими волосами, новая учительница Она так и говорит Здравствуйте Я новая учительница Буду работать в вашей школе Ваш старый учитель давно состарился Я теперь вместо него У серых фигур появляются лица Кто-то даже улыбается Я тоже хочу учиться Мне 7 лет Мама сказала, что мне пора в школу Это хорошо, очень хорошо А где твоя мама? В рюкзаке Где? Какая непонятливая Показывает рюкзак с Джокером Вот, вот здесь моя мама Я привез ее с собой А еще цилиндр, кролика и волшебную палочку Ничего не понимаю В этот момент слышен хриплый голос Дайте пройти, расступитесь, бездельники И появляется она Страшная седая женщина С татуировками на лице и руках А еще у нее на лице улыбка Джокера Темнота Ну а во вторая Бабушка Нупа Обхватив друг друга Слились в первую молнию небесный змей И богиня солнца Радостно грохоча спустились они на первую землю Отчего сами собой возникли вверх и низ Змеи сотворили мир А с ними и Айойну Который создал людей Подарил им ремесла и умение выжить Позднее, когда дети Айойны Во множестве расстелились по свету Один из них Царь страны Пан Пожелал жениться на собственной дочери Не было вокруг никого Кто не побоялся бы пойти против воли владыки В отчаянии убежала царевна вместе с любимым псом за великое море Там, на далеком берегу Родились у нее дети От них-то и пошли мы Настоящие люди Мы жили и жили Пока не состарились Совсем старыми стали Вот так Последний наш мужчина умер на Сахалине Когда, похоронив жену Он, как и положено, войну И древним законам настоящих людей Сделал себе эритокпа Вспорол живот И выпустил душу К божественным предкам А на следующий день Радио сказала, что человек полетел в космос Два этих события связались в моей голове Как черная и белая веревка Что у тебя с лицом? Мальчик сказал это громко Все услыхали и обернулись Он меня испугался Данила испугался, когда меня увидел Подумал, наверное, что я ведьма Что сварю его в котле и съем Да че там, я сама бы себя испугался Испугался меня? Да не бойся, не съем Ты похожа на Джокера На кого? Друг мамы на мгновение отрывается От своего мобильного телефона Смотрит на бабушку-нупу Пугается Господи, женщина, что с вами? Я улыбаюсь Я всегда улыбаюсь Разве не видишь? Вижу, но это же больно Я не стала говорить с ним о боли Он ничего о ней не знает и не поймет Когда мне было семь лет Бабушка взяла острый нож И стала резать мне лицо Много-много крошечных надрезов В них она втерла сажу Со дна чайника Скипяченного на березовых углях И кожа вокруг моего рта Стала синей Мне было больно и страшно Но бабушка объяснила Раскопать дал священный огонь Злые духи не смогут проникнуть в меня Через рот и нос И я терпела Настоящие люди дают имена детям Не сразу после рождения А много позже Имя должно отражать Свойства характера Присущие человеку Так я стала Той, которая терпит Меня зовут бабушка Нупа Ты старая? Данил, нельзя такое женщинам говорить Даже старым Ничего Ему можно А тебе уже нет Мне Два плюс три года Вычтены Из четырежда По двадцать лет Так сколько мне? Он замолчал Я уже думал Что не ответит Тебе Семьдесят пять Надо же Справился с такой сложной задачей Молодец Тебе обязательно надо в школу Да, его мама очень хотела Вот что Школу Он всегда успеет А сперва Ему надо научиться Здесь Жить Бабушка Ну, поберет Данилу маленького За руку Уводит Куда вы? В Китовую бухту Вот увидишь Будет весело Странно Я гуглила В Китовой бухте Давно никто не живет Я сказала Вот увидишь Будет весело Но он мне не поверил Этот мальчик забыл Что такое веселье И я должна была Сделать все Чтобы он вспомнил Но что я могла Без старухи Плохой товарищи Появляется лодка На острове нет дорог Зимой до Китовой бухты Еще можно добраться На снегоходе А летом только на лодке И мы поплыли Плывут Тебе весело? Нет Мы плыли Медведи выходили на берег Чтобы посмотреть на мальчика Ноглые бакланы Шныряли над лодкой Любопытные нерпы Подплывали совсем близко Всего этого Он никогда не видел Но каждый раз Когда я спрашивала Тебе весело? Он неизменно отвечал Нет Моя бабушка Назвала бы его Тот, кому никогда не весело Но его бабушка я И это имя мне не понравилось Последний раз спрашиваю Тебе весело? Нет И никогда уже не будет весело Вдали показалась Китовая бухта Заходящее солнце освещало Наши домики на сваях Успеть бы до отлива Пока лодка может подплыть Прямо к порогу Испокон веков Настоящие люди Строят свои дома одинаково Ставят деревянный каркас Оплетают его прутьями И отделывают любыми подручными материалами Камышом, соломой, древесной корой Комната у нас одна Да больше и не надо Посередине очаг Вокруг которого собирается вся семья А на восток выходит священное окно А где остальные? Кто? Ну, люди Ведь ты не одна здесь живешь Не одна Я сказала так И сказала правду Но он снова мне не поверил Так где же они? Ну, для начала войдем в дом Чтоб я могла зажечь фонарь В священном окне И тогда ты все увидишь Пока я вижу только кудрявые палки в окнах домов И правда Через священные окна домов видно Что внутри них находятся палки разной величины В верхушке палок наструганы так Что кажется, будто их венчает Пышная кудрявая прическа У палок есть руки перекладины Они торчат из рукавов платьев и пиджаков В которые одеты фигуры Издали, если очень постараться Их можно принять за людей Хотя больше всего они похожи на огородные пуговы Это иннау Когда ребенок рождается Из веток ивы делали иннау Который охранял его в течение всей жизни Они посланники людей в мир духов Кому и Мы подносим им подарки Когда надо о чем-нибудь попросить И душа иннау передает просьбу Нужному кому и Если все сделано правильно Кому и не откажет Так уж и все Все Я хочу к маме Что тут скажешь? Ничего И я промолчала Иногда лучше промолчать, чем множить неправду Какая она была? Это ты мне расскажи Я ведь давно ее не видела Какая? Данила маленький молчит Маленькая и очень танцевать любила Ни минуты усидеть не могла Она танцевала Лучше всех А покажи мне то, что у тебя в рюкзаке Данила маленький передает рюкзак бабушке Та открывает его Рассматривает урну с прахом Ты уверен, что это она? Мне так сказали Но я не знаю, можно ли им верить Бабушка Бабушка ставит урну на алтарь под священным окном Скоро мы узнаем В этот момент рюкзак Данилы начинает шевелиться Бабушка Старуха оборачивается Изберега Така появляется плюшевый заяц Но теперь он не игрушка Теперь он живой Бабушка, что это? Ах я старая, я храстяп Фонарь Какой фонарь? Кролик, Оржик Ты что, не видишь? Ну, бабушку не интересует кролик Она зажигает фонарь на священном окне Ну вот, сейчас и другие оживут Другие кролики? Нет Нет, родной Люди Настоящие люди Смотри И мальчик видит Как в священных окнах других домов селения Зажигаются такие же фонари В их свете видно, что в домах находятся люди Они кивают своими кудрявыми головами Выглядывают в окна Приветствуют соседей Слышны голоса Веселый смех Ну, так ведь не бывает Я сам видел, что в домах были только палки Откуда же взялись люди? Сама удивляюсь Днем их нет А ночью всегда тут, как тут И что они делают? Собираются на рыбалку Я старая, мне без них никак не справиться А когда вернутся с уловом То займутся своими делами Работ всем хватает И взрослым, и детям Здесь и дети есть? А как ты думал? Хочешь с кем-нибудь познакомиться? Не знаю Стук в дверь Запомни Хозяин обязательно должен встретить гостя за порогом И проводить в дом Только непрошенный гость заходит сам Бабушка Нуба выходит за дверь И почти сразу возвращается с маленькой девочкой Знакомься Это Айна Айна Симон Атам Глава третья Айна Бабушка Нуба говорит Что это было давно В одной деревне на берегу моря Обычная деревня В которой жили обычные люди Среди них семья очень добрая В семье была дочь Айна Добрее всех Однажды на рассвете в деревне появилась черная повозка Черными лошадьми управлял человек, одетый во все черное Чему-то он очень радовался, широко улыбаясь Иногда смеялся чему-то своему, очень черному На повозке стояла черная клетка А в ней на цепи сидел маленький белый медвежонок Он сосал лапу А из глаз его текли слезы Все люди деревни выглядывали в окна Выходили на улицу и возмущались Как не стыдно Черному человеку держать на цепи Мучить бедного медвежонка Взрослые только возмущались И говорили слова, но ничего не делали Лишь дети остановили повозку черного человека И Айна стала просить, чтобы тот выпустил медвежонка Незнакомец улыбнулся и сказал, что выпустят зверя Если кто-нибудь из детей отдаст свои глаза Все молчали Тогда Айна вышла вперед и сказала, что готова на это Черный человек засмеялся и открыл черную клетку Белый медвежонок вышел на свободу А Айна потеряла зрение Черный человек на черной повозке исчез неизвестно куда А девочка заплакала Так испугала ее тьма, в которой она оказалась Тогда белый медвежонок взял веревочку в лапы И стал водить Айну везде, по деревне По каменистому берегу моря С каждым разом все дальше и дальше И вот как-то раз люди в деревне взглянули вверх И увидели, что белый пушистый медвежонок ведет Айну прямо на небо Так они вдвоем и ходят по небосводу Они всегда видны на небе, чтобы люди помнили о добре и зле Что ты сказала? Айна не говорит Но ее все понимают Здесь все друг друга понимают И ты тоже поймешь со временем И он понял Прошло совсем немного времени и мальчик все понял Понял, о чем хрустят под ногами ракушки Узнал все ходы в море Ольхового сланика Выучил узоры береговой линии Говорил с птицами на отмеле Ругался с бакланами Видел косаток, угощал каланов Спорил с медведями, купался в горячих источниках Поднимался к вулканам, блуждал в тумане Проваливался в старые японские окопы Играл в снежки на никогда не тающих снежниках Был сильным и храбрым Был даже счастлив Но сразу жалел, что всего этого не видит его мама Особенно в те минуты, когда ему было весело Я это знаю Ведь каждую минуту была с ним Слышала его сердце Когда утром, выходя из дома, он брал меня с собой, прижав к груди А бабушка, ну, посмотрела нам вслед, когда он покидал ее на весь день Чтобы успеть вернуться в китовую бухту к закату Когда зажгутся фонари в священных окнах И шла делать из ветки ивы новые иннау Для кого не говорила Темнота Глава 4 Старый учитель Бог Айойна послал воробья к пасе камую Чтобы спросить верховного бога, как делать людей Пасе камую сказал, что из ивы Но потом передумал и послал выдру с приказом делать людей из кам Но жадная выдра занялась ловлей рыбы и явилась позже воробья К тому времени бог Айойна уже сделал человека из ветки ивы и земли Люди смертны потому, что сделаны из дерева Патоха Мо, шаманское дерево Из него выходят шаманы Тут оно росло Рядом жили мы Я и брат мой Здесь маленькими бегали под дождем смотреть, как в бухту заплывают киты Были счастливыми Я и брат мой Я есть А брата нет Я учиться поехал, а он остался В колхоз не вступил Шаманил Говорят, мог своей волей испортить лодку Если кто-то проплывал через Китовую бухту без угощения Только я-то в кладовство не верю А он верил За веру его и посадили Я приехал, а брата нет Где брат мой, спрашиваю Сидит, отвечаю Потом он вернулся, пошел на берег Камлать Там сказал, сегодня, в этот день Вы бы не увидели меня В тюрьме я умирал И бог Нижнего мира Объявил мне, что если я хочу вернуться домой То вместо себя Вместо своей головы Должен отдать ему голову большого человека Самого большого из всех, кого знаю И тогда увижу Китовую бухту И родных И я отдал Очень хотелось вас увидеть Отдав того человека Я пришел домой Никакими врачами он не будет спасен Скоро умрет Ждите Так сказал брат Только не так все получилось На другой день нашел брата лицом в ручье Мертвого А большой человек На девятнадцатом съезде партии Речь сказал Я сам его по радио слышал 14 октября 1952 года Это было И жив он пока Каждый день его голову вижу Когда вхожу в класс Путь он проклят Ты кого это проклинаешь? И кури в классе Спрячь трубку Какой пример ты подаешь детям, ну-ка? А ты? Говори что хотел А то нам некогда Ночь кратка Столько дел еще Знаю я ваши дела Поймали рыбу Поели Поели Идете хоронить рыбьи кости Что за дремучей предрассудки Суеверия? Рыба умерла Мы хороним то Что от нее осталось Без должного обращения С мертвым телом Не найти покоя В мире смерти Ты умрешь Похороним и тебя Только ты не умрешь Старый учитель Что она говорит? Совсем старый стал Не слышит ничего А почему он не умрет? У него другое наказание Он один день перешагнуть не может Это как? Да очень просто До этого дня живет А дальше нет Вот послушай Внук твой нупа Другим детям на перемене Сказал Что английская королева Старая уже Правит долго Как так? Она ведь девочке совсем В этом году только на престол села Пришлось наказать его за обман Будет новый устав Коммунистической партии С доски в тетрадку Перепис Ты в своем уме? Че тебе английская королева? Что ребенку этот ваш устав? Он еще и писать-то толком не умеет Я умею Только я не понимаю ничего Да тебе и не к чему Не пригодится никогда Эх, видимо, придется тебя В настоящую школу отправлять В поселок К новой учительнице Здесь тебя ничему не научат Тише, ну-па, тише Нельзя такое говорить Товарищ Сталин может нас услышать Видишь, как он хмурится на портрете Не надо Его тебе надо Не его тебе надо бояться Старый ты дуралей А меня Ну-ка, дети, идите поиграть Мне с вашим старым учителем Толковать надо Айна и Данила маленькие Идут к дверям Странно Вот ты, Айна, ничего не говоришь А я тебя всегда понимаю Учитель же всегда так много говорит Но ничего не понятно Потому что он не учитель А кто? Просто кусок дерева И горсть земли Уходит Старый учитель отводит взгляд От портрета Сталина Смотрит на бабушку-нуку Та достает курительную трубку Улыбается старому учителю Своей жуткой улыбкой Старый учитель вспыхивает Горит и сгорает За окном дети несут Хоронить скелеты рыб Темнота Голова пятая Человек, который воспитал себя сам Я человек, который воспитал себя сам Вот как это получилось Родители мои умерли И я жил со старшей сестрой Каждое утро она брала ведро Черпак и шла за водой Однажды вот так ушла И не вернулась Я ждал ее три дня и три ночи Сильно волновался Нет сестры И никто нигде ее не видел Я изготовил Инау И посвятил его огню Попросил сказать, где моя сестра Огонь не ответил Наверное, не знал Я сделал новое Инау В честь духа жилища Спросил его Где моя сестра Тоже не ответил Наверное, не знал Совсем отчаялся Не найти сестру Пропала бесследно Я пошел в лес Забрел в заросли Ивы Выстругал Инау для нее Ива сказала Я люблю поговорить Так вот, слушай Твоя сестра на луне Ее взял в жены Лунный человек Что делать Как теперь увидеть сестру Как ей помочь Думал, думал И придумал Вернулся домой Взял одну стрелу С черным оперением Другую с белым Взял еще лук И вышел на поляну Здесь я обе стрелы Наложил на тетиву Сильно, сильно натянул И ухватился За конец стрел Они унесли меня Далеко за облака Прямо на луну Пошел я по луне Смотрю по сторонам Никого не вижу Будто никого и нет А может и правда Никого нет Обманула Ива И вдруг Заметил жилище Приблизился Только хотел Заглянуть в него Вышла моя сестра На руках у нее Маленькая девочка От лица девочки Исходили лучи света Они коснулись И моей головы А какие прекрасные Были у нее глаза Я никогда раньше Не видел такой девочки Вот ты и нашел Меня, сказала сестра Я рада Заходи в дом И я вошел в дом Лунного человека Тот сидел на железном табурете И улыбался Лунный человек сказал Мне понравилась твоя сестра И я принес в мой дом Ее и ведро И черпак Я женился на твоей сестре И живем мы очень счастливо А чего хочешь Ты Чего ты хочешь Чего тебе надо Не знал, что в Китовой бухте Кто-то живет Теперь знаешь Убери ружье, старуха Поговорим Не о чем мне с тобой разговаривать Проваливай А ты, пацан Тоже меня боишься? Не разговаривай с ним И руки свои к нему не тяни Да у меня самого племяшка В поселке Я с ребенком Завсегда язык найду Вот и плыви к ней Заждалась, небось Время позднее А потом и речь Пусти переночевать У тебя дома, я гляжу Пустые стоят Из черт глазастых Все углядел Убирайся, пока цел Эх, старуха Я ведь хотел по-хорошему С тобой договориться А ты в бутылку лезешь Придется, видимо, по-плохому Не подходи Выйдешь из лодки Конец тебе Это мы еще посмотрим Шаг Выстрел Темнота Глава шестая Аня Я не верю, что моя мама Живет на Луне Новая учительница говорит Что у нас спутник Земли На Луне нет воздуха И человек там жить не может Жаль Я бы хотела оказаться на Луне Все равно у нас в поселке Ходить особо некуда У школы есть детская площадка Там гуляют совсем маленькие Которые постарше Возле клуба тусуются По центру ходят Еще можно сходить на свалку Поискать интересное Можно залезть на сопку Но надо обойти кладбище А это страшно Можно кружить по поселку Улица Улица Поворот Девочки сейчас собирают бруснику Мальчишки угоняют взрослые лодки И катаются вдоль острова Когда темнеет Жгут мусор в старых бочках Греются Играют Кто-то даже целуется Дураки В интернате было весело Много знакомств завела Два года жила на материке Охота обратно теперь Не люблю остров Здесь делать нечего Ну, только рисовать если Что часто вижу, то рисую Здесь получилось у меня лето Лето уже уходит Скучая Зимой вообще тоска Домашние дела и все Больше заниматься-то и нечем А дядька так-то добрый Когда трезвый Подарки привозит Вот куклу откуда-то притащил На лодке откуда-то приплыл И подает Играйся, говорит Как же тебя назвать? Я Айна Я Аня? Ты будешь Айной Не знаю, откуда вдруг В голове возникло это имя Но красивое и звучит немного по-иностранному Давай спать, Айна Спокойной ночи Голова седьмая Айна Девочка Аня засыпает И лишь только голова ее касается подушки На лицо ее ярко светит луна, заглянувшая в окно Смотрит на Аню и Айна Только не кукла, а девочка Айна идет по комнате Разглядывает рисунки, висящие на стенах Снимает один, подходит к спящей Ане Кладет рисунок ей под голову Гладит Аню по волосам Темнота Глава восьмая Данило Маленький Я Филин Я вел свободную и счастливую жизнь у богатого рыбой моря Рядом была деревня Я любил садиться на ограды жилищ Сижу бывало и смотрю на людей Кто на рыбалку пошел Кто уже рыбу варит А кто ничего не делает Только трубкой дымит Как-то я увидел девочку Такую красивую, что, наверное, на всем острове нет ей подобной Я смотрел и смотрел на девочку За каждым ее движением следил Когда она куда-нибудь шла и летел чуть в стороне от нее Сопровождал Когда же она входила в жилище Я опускался на ограду дома и ждал ее Чем дольше ее не было, тем тоскливее мне становилось Особенно тоскливо было ночью Но я сидел на ограде и ждал рассвета Ждал ее Иногда я спал И видел удивительные сны Там была эта девочка Та самая, которая мне так понравилась А с ней была Аня Как она там оказалась? И тогда во сне я вспомнил Что я не Филин, а мальчик Тот, который испугался Ведь это из-за меня пропала Аня Когда бабушка выстрелила в незнакомца Я испугался и упал в воду Бабушка кинулась меня спасать Пока она доставала меня из воды Незнакомец уплыл из китовой бухты А вместе с ним исчезла Айна Я собрался пойти ее искать Но бабушка Нуба сказала Что найдешь ночью? Только ночью И пошла зажигать фонарь в священном окне Но я все равно пошел И заблудился Без Айны остров показался мне совершенно незнакомым местом И очень пугающим Я спрятался в старом японском доте Где мы с Айной иногда вместе играли Здесь я провел эту ночь Здесь впервые увидел девочку От лица которой исходили лучи света И пусть это был только сон Я знаю, эта девочка настоящая И когда-нибудь мы встретимся Темнота Голова девятая Бабушка Нуба На дверном косяке черно-белая фотография Молодая девушка улыбается Вытатуированной улыбкой Бабушка Нуба пытается вспомнить Чему улыбается девушка на снимке? Нет, не вспомнить Давно это было Чему улыбаешься? Комсомол не приняли Студили за татуировку Не могла им сказать, что этому обряду научила нас Прародительница всего живого Что без них девушка ни замуж выйти не сможет Ни покой обрести в загробном мире после смерти Не поняли бы, засмеяли, а так Жалели Спрашивали, очень больно было Я отвечала, очень Но в комсомол все равно не приняли Ну да ничего Училась на моревода, не доучилась В 17 лет сшила куртку из кожи лосося И вышила на ней космический корабль «Восток» Гагарина очень любила Сына в честь него Юрой назвала Умер потом от водки И жену его водка сгубила Только дочка ихняя мне и осталась Да и та, как подросла, с острова убежала Так далеко бежала, до самой Москвы Ну да ничего, вернулась теперь И внука вернула Теперь заживем Ты только потерпи, недолго осталась Острым ножом бабушка Нупа выстругивает Из ветки ивы новый Инау Очень старается Входит Данила маленький, молчит Молчит и бабушка Нупа Мальчик подходит к алтарю под священным окном Берет в руки урну с прахом О чем-то думает Что ты делаешь? Данила маленький вздрагивает Урна выскакивает из его руки и разбивается Порыв ветра разносит пепел Несколько мгновений и уже ничего не собрать Это ты, ты во всем виновата Ненавижу тебя Мальчик убегает, бабушка плачет Темнота Голова десятого, новая учительница Жила одна женщина Однажды в ее дом зашел очень бледный мужчина И женился над ней В один день муж заявил, что идет дрова рубить Взял топор и вышел из дома Вскоре услыхала женщина какой-то странный голос Вышла она во двор и вот что ясно расслышала Я снег И сейчас растает, исчезнуть должен И правда На склоне пригорка увидела женщина, тающая снежный ком Тогда она узнала, что муж ее был снегом Школьный сторож звонит в колокол Переменно и дети бегут к старому зданию поселковой администрации Сейчас там сидят коммунальщики И там же установлен спутниковый интернет Здесь есть Wi-Fi Присоединиться почти невозможно, но у детей получается В моем классе учатся трое Есть у меня красавица и хулиган Но с этими все просто и понятно Еще есть мечтательница Голова которой постоянно витает в облаках Мечтательница зовут Аня И она все время рисует Каждую свободную минуту Виктор Мэй тоже всегда рисовал Жить без этого не мог До самого конца не выпускал из рук свой альбом Тутра чернеет из рыжего Снег еще не лег Скорей бы Через окно новая учительница видит Что хулиган отнял у Ани ее альбом с рисунками Смеясь он достает рисунки На каждом из них портрет Данилы Маленького Ха-ха, кто это? Жених твой? Отдай, это не твое! Влюбилась, влюбилась Отдай, отдай, дурак какой, гад! Аня пытается отобрать альбом Но хулиган подбегает к бочке В которой горит мусор и бросает альбом в огонь Новая учительница открывает окно Семенов, немедленно прекрати Да, я что, я ничего, я случайно Аня плачет Она не замечает, что красавица подняла с земли Один из случайно уцелевших портретов Данилы Посмотрела и спрятала Немедленно идите на урок Хулиганы-красавицы идут к школе Аня не трогается с места Аня, возвращайся в класс Да ну вас! Аня уходит Новая учительница пожимает плечами и закрывает окно А далеко от этого места В Китовой бухте Через другое окно Бабушка Нупа смотрит на внука, который сидит в лодке Привязанный к дому Бабушка Нупа разжимает кулак У нее на ладони маленькая горстка пепла Все, что у вас удалось собрать Темнота Глава одиннадцатая Человек, который воспитал себя сам Я уезжал с острова Надолго Думал навсегда Воевать Был наемником Кто платил за того Кто платил за того и шел в бой Убивал Многих убил И меня убивали Но я не умер На моем лице шрам от ножа И тело все в шрамах от пуль и осколков Но Бог хранил почему-то Наверное, из-за Ани У нее никого нет, кроме меня Дядь Леш, а что такое цунами? Волна такая Океанская Если ударит Все на своем пути сметет А высокая? Ну вот представь Что двадцать девочек встали друг другу на плечи Ну? Представил? Да Ну такая волна Высокая Да уж, не маленькая А девочки утонули? Утонули И самая верхняя? Верхняя выжила Это хорошо Спи давай Сейчас только волну дорисуем Завтра дорисуешь Человек, который воспитал себя сам Берет у Ани альбом Смотрит на рисунок Кладет альбом у изголовья кровати На которой спит девочка Выходит, выключив свет Темнота Глава двенадцатая Сон Гигантская океанская волна Смывает двадцать девочек Стоящих друг у друга на плечах Выплывает только одна Это Аня Она борется со стихией Но силы не равны Неожиданно к ней подплывает лодка В которой сидит Данила Мальчик протягивает девочке руку И вытягивает ее в лодку Вода бурлит Образуя гигантскую воронку В которой попадает лодка с детьми Волны сходятся над их головами Вот такой сон Глава тринадцатая Новая учительница Зеленые вспышки Синие Красные Музыку ставят старшеклассницы Иногда песню Выключая сразу Не нравится Включая следующую Я танцую На меня смотрят Даже снимают на телефон Мне все равно Сегодня один мальчик Из старших классов Сказал, что я приехала На остров За большими деньгами Я засмеялась Хотя хотелось плакать Все равно Я не смогла бы объяснить Что человек бежит на край света Когда ему очень больно Музыка притупляет сознание Выбежать, отбежаться Забежать обратно Выбежать снова Мне совсем не весело Что я здесь делаю? Я думаю о Викторе и его рисунках Надо уходить В черных домах Черные окна И вдруг Земля качается Так сильно, что я падаю в темноту У нас по всему поселку На ржавых железных столбах Установлены плакаты При землетрясении Бегите на возвышенность Но одно дело читать И совсем другое Когда земля уходит у тебя Из-под ног Забыв о тех Кто остался на дискотеке Я побежала к школе Мне почему-то показалось Что дети Если они останутся одни И сильно испугаются То обязательно придут туда В школу Глупость какая Но пришли Мои красавицы и хулиган Их родители ночью ушли На лов рыбы Заперев детей в квартирах Когда тряхнуло Дети выбрались через окна Не сговариваясь Побежали в школу Она стоит на возвышенности Чуть позже появилась Мечтательница Затем мы увидели мальчика Лицо которого Мне почему-то Показалось знакомым Мне кажется И хулиган И красавица Его тоже узнали Привет Здравствуй Это ты меня спас? Когда? Во сне Ты был на лодке Если во сне, то я Меня Аня зовут А я Данила Посмотри, что у меня есть Это Аня Да, я знаю Из воды показалось солнце Я оглянулась и увидела Что тундра совсем почернела Снег все ближе Глава четырнадцатая Красавица и хулиган На берегу сидит хулиган К нему подходит красавица Садится рядом Он не возражает Красавица достает портрет Данилы Маленького Разглаживает его Хулиган берет портрет И рвет Клочки плывут по воде В эту минуту И красавица, и хулиган Очень несчастны Так бывает Глава пятнадцатая Чепта-чери Я тот, кто делает лодки Чепта-чери меня называют Вот моя история Жили на берегу моря Настоящие люди Не знали они, как и на чем Можно по морю и по рекам плавать Чтоб рыбу ловить Чтоб в гости друг к другу ездить Не знали они, что можно Лодки из дерева делать Не умели Однажды сидят они на берегу А мимо летит птица Села птица на большое бревно Лежавшая возле самого моря И начала своим длинным клювом По бревну стучать Постучит, постучит Вытащит из коры червячка Съест его И опять долбит бревно Через два дня Птица сбила всю кору с дерева А на третий день Прилетело множество Таких же птиц Долбит птице бревно А пилки летят во все стороны Много дней долбили Получился широкий И глубокий желоб Подошла морская волна Подмыло песок под бревном И поплыло оно Вдоль берега Увидели это настоящие люди Залезли в углубление в бревне И поняли Что не тонет оно Не переворачивается И можно в нем по морям И по рекам плавать Рыбу перевозить И в гости Друг к другу ездить Очень они тогда обрадовались А птица Улетела после этого в лес Чип-то-чери Меня называют Люди теперь себя Сами лодки делают В той лодке Что плывет сейчас В китовую бухту Каждый человек Кого-то потерял Маму Сестру Мужа Они не разговаривают Об этом Молча плывут Все слова Остались на берегу А здесь В море Слава бы все Только испортили Глава шестнадцатая Китовая бухта Я ждала их А вместе со мной Ждала та Кого мой внук Так хотел увидеть Когда лодка Вошла в бухту Я ушла в дом Чтобы не мешать их встреч Бабушка Нупа Зажигает фонарь В священном окне Лодка причаливает К дому На пристань Выходит кудрявая Женщина В цветастом платье Мама Мама Мальчик выпрыгивает Из лодки Бежит к матери Она обнимает его Это моя мама Из дома Из дома выходит Бабушка Нупа С фонарем в руке К ней бежит Маленькая Айна Они обнимаются В окнах Остальных домов Зажигаются фонари И вот уже На берег Выходят Все жители Селения Они приветствуют Людей Приплывших В лодке Несут им Угощение Откуда-то звучит Музыка Начинается Праздник Вот я Смотрю на маму Смотрю как она танцует Как я сам танцую с ней Маленький Я веселый и счастливый И счастье мое Абсолютно Так бывает только в детстве Взрослого Столкнувшегося С чудом Китовой бухты Наверняка Одолела бы Куча сомнений Насколько реальны Эти люди Кто они На самом деле Что если Однажды вечером Они не оживут Сплошные вопросы И сомнения Это все придет ко мне Когда я стану старше Но не сейчас Не в эту ночь Ночь Когда мама Вернулась ко мне навсегда Сейчас я старше мамы Но рядом с ней Всегда чувствую себя Маленьким А она всегда молода Там В китовой бухте И в моем сердце Человек Который воспитал себя сам Отходит в сторону Садится на камень Покрытый морской капустой Потом встает Очищает поверхность камня Читает надпись Какое сегодня число Пятое ноября И снега все нет Я так жду его Аня Иди сюда Помнишь ты спрашивала Про цунами Высотой в 20 девочек Да Так вот Точно такое цунами Пришло сюда из океана Почти 70 лет назад Как раз 5 ноября Откуда ты знаешь Об этом написано на камне Это старый обелиск Установленный в память О том событии Никто из жителей Китовой бухты Тогда не спасся Я спаслась Я выжила В ту ночь Погибли мои родители И младшая сестренка Айка И я вернулась сюда Спустя много лет И отстроила деревню Но зачем? Чтобы им было Куда возвращаться Каждую ночь Так они все Мертвые? Да Только они не знают Об этом И не надо им говорить Бабушка Нубба развязала Фартук И на землю Посыпались Инау Большие и маленькие Много-много Инау Сделать инау Очень просто Это под силу каждого Но если на заходе солнца Они не оживут Надо помнить Что есть место Где мертвые Живы всегда Наше сердце Темнота Конец Валентин Самохин Дмитрий Чуйков Екатерина Чуйкова Юлия Усадова Виталий Аминов Ну и я Спасибо Алгат, просто одиннадцатый читку на Любимовке и забыл, что нужно представить режиссера драматурга Олег Михайлов Благодарю Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...